Чем я занимаюсь в интернет? Об этом хочу поговорить сегодня с вами, моими друзьями, моими подписчиками, гостями моих страничек в социальных сетях, каналов, YouTube, Telegram и так далее. Я хочу искренне рассказать, что мне интересно, чем я занимаюсь, какое отношение к моей деятельности в интернет имеет бизнес и что еще кроме бизнеса что-то в интернете есть лично для меня. Я знаю, что большое количество людей просто используют интернет для общения. Также я знаю большое количество людей, которые используют интернет только для бизнеса. И, наверное, этим видео я одна из целей, это просто с вами пообщаться, дать больше такое обширное понимание, чем же я там занимаюсь, потому что раз мы с вами подружились, всегда интересно узнать более подробнее друг о друге. И, соответственно, так как я делюсь, чем я занимаюсь, и в этом видео я поделюсь именно информацией о себе, то, конечно, мне интересно пообщаться и с вами в двухстороннем, так сказать, порядке, получить обратную связь. Возможно, мы с вами имеем какие-то общие интересы, общие ценности, и, возможно, нам с вами интересно будет вместе развиваться, встречаться не только в интернете, не только иногда ставить друг другу лайки. Знаете, раньше, когда мне задавали вопрос, да и сейчас, бывает, ну в разном контексте, в разных ситуациях задавался вопрос приблизительно такой. Ты поехала в какой-то город, в какую-то страну по бизнесу или просто для себя? Или когда я участвовала в различных мероприятиях, на бизнес-конференциях, которые мы организовывали, и когда я не была организатором, была просто участником конференции, я выходила на сцену, делилась результатами, которые я получала в интернет-бизнесе, и был такой вопрос, а кто ты в жизни? То есть, чем ты занимаешься, кроме того, что зарабатываешь деньги в интернет? И мне всегда было сложно ответить на этот вопрос, потому что для меня интернет – это не просто бизнес. бизнес. Для меня это полностью жизнь. И когда я куда-то путешествую, даже если это бизнес-конференция, то для меня это выбор, который я делаю для себя, для саморазвития. Я не еду туда, потому что мне для работы нужно, потому что путешествия в разные города и в разные страны – это же классно, это удовольствие, которое ты совмещаешь приятное с полезным. Это не просто бизнес. Поэтому для меня интернет – это не просто бизнес. И для меня это не просто развлечение. Мне нравится совмещать приятное с полезным. Мне нравится использовать новые технологии для новых знакомств. Знаете, когда-то некоторые люди мне, так сказать, с упрёком говорили, что у тебя столько много друзей в интернете, они же не настоящие. Типа в интернете нужно дружить с теми же, то есть у тебя в друзьях должны быть только те люди, которых ты знаешь лично. Но так-то и никогда не узнаешь новых людей, если ты… Интернет нам раскрыл новые возможности. Интернет нам дал возможность знакомиться с новыми людьми, с которыми мы в жизни никогда не встретимся и вряд ли встретимся. То есть мы и не узнаем о существовании друг друга. Если мы просто не зайдём друг к другу на страничку, не увидим там картинки, которые нам откликаются, не увидим мысли человека и не подружимся с ним сначала заочно, а потом, возможно, у нас очень часто такое бывает, когда путешествуешь в какой-то город, ты понимаешь, что в этом городе есть люди, с которыми ты познакомился через интернет, и ты с удовольствием с ними встречаешься. Или наоборот, познакомившись через интернет, мы по каким-то… Иногда по бизнес-конференциям, иногда просто зная, что там есть у нас знакомые, мы встречаемся. То есть интернет даёт нам возможность развиваться разнопланово и в плане заработка, и в плане саморазвития, и в плане расширения своих контактов, друзей, в плане как раз отбора людей, близких к себе по духу. Поэтому для меня интернет – это не просто бизнес. И бизнес, который я развиваю через интернет, это тоже не просто бизнес. Это действительно я принимаю людей к себе в жизнь. Есть люди, для которых, в принципе, ну если это бизнес, то это бизнес, и все остальные личностные качества, они не важны. И уже на своём опыте я понимаю, что очень важно отбирать людей к себе даже в бизнес-команду. При этом очень важно обращать внимание на личностные качества, на то, где человек был до этого, какие у него цели на сегодняшний момент, какими способами он готов достигать эти цели, ну вот в этом плане. Потому что у меня были такие жизненные ситуации, в которых мы с людьми делали совместный бизнес, и когда мы сталкивались с определёнными трудностями, то те личностные качества, на которые я в ходе бизнеса, оно просто закрывало глаза, то как раз в сложных моментах они очень круто проявляются. Ты сразу понимаешь, на что способен человек, насколько он дорожит отношениями, насколько он готов идти по головам. Насколько он готов на какое-то предательство или в момент твоей сложности в твоём бизнесе, насколько он готов тебя ещё дальше, ну так сказать, сделать так, чтобы у тебя ещё больше было проблем, в то время сделать так, чтобы твой бизнес ещё больше разрушился, собрать плоды твоего бизнеса и так дальше. Поэтому я сейчас очень осознанно подхожу к вопросу отбора людей к себе в личную команду, потому что для меня интернет — это целая жизнь. Когда у меня произошла ситуация, в которой я выбирала, что мне делать дальше, в каком направлении мне развиваться, конечно же я понимала, что интернет — это лучшая возможность, что развиваться, найти себе какое-то локальное дело, какой-то локальный бизнес, но это точно не моё. И, конечно же, мы с мужем начали выбирать направления, начали выбирать направления для движения именно в интернете. И, конечно же, мы начали выбирать людей, с которыми мы бы хотели вместе дальше двигаться, развиваться. Возможно, чтобы это были люди уже с определёнными вдохновляющими для нас результатами. И я нашла людей, с которыми действительно у меня начало откликаться. В течение нескольких месяцев я присматривалась далеко не к бизнесу. Я присматривалась именно к тому, как люди себя позиционируют в интернет, к тому, как люди подают информацию о себе и о том деле, которым они занимаются, какой у них стиль жизни, какая подача информации. Знаете, есть вот, если вы не новичок в интернете, то есть подобие таких обучений, типа как продать кому угодно, что угодно. То вот это точно не мой вариант. Я не умею впаривать, я не умею продавать людям то, что им не нужно, и я не хочу этому учиться. Когда я увидела ребят, с которыми мы сейчас развиваемся, я увидела абсолютно нейтральную подачу информации и реальное желание объединить людей, которые стремятся к развитию, которые хотят познавать себя. И, конечно же, делать бизнес с помощью интернета на трендовых технологиях, причем еще и с классной проверенной системой, которую получает каждый участник этого сообщества. И когда мне откликнулась сама вот эта атмосфера, которая вокруг этих людей, после этого я начала более подробно разбираться в бизнесе. Сейчас я занимаюсь интернет-бизнесом, и я общаюсь с людьми, с которыми мне комфортно, с которыми мне интересно, с которыми интересно и зарабатывать, и интересно и путешествовать, интересно общаться, интересно встречаться в разных городах. Я знаю, что у людей в интернете разные интересы. Это точно так же, как вы пройдетесь по своему дому, по своему подъезду и поймете, что у каждого человека в каждой квартире разные интересы и разные ценности. И когда мы находимся в интернете, мы можем как раз найти, не стучаться к каждому в квартиру, а найти людей с теми ценностями, с теми приоритетами, с теми интересами, которые схожи с нашими интересами. Когда я делала как раз выбор по поводу нового бизнес-направления, я четко уже осознавала, что для меня важны ценности того человека, у которого я бы хотела перенимать опыт. Я знаю, что, возможно, вам это будет полезно, что многие люди, выбирая себе человека, с которым идти дальше развиваться, выбирая себе даже бизнес-наставника, оценивают его по финансовому результату. То есть, есть человек, он умеет зарабатывать деньги и не задумываясь о том, с помощью каких средств эти деньги он зарабатывал, каким путем он пришел к зарабатыванию этих денег. То есть, каким путем и вы собираетесь идти, какие навыки вы собираетесь у него перенять. Это очень, на мой взгляд, это очень важный аргумент, потому что сама наблюдала за похожими ситуациями и видела, к чему такие выборы нас приводят. Поэтому, когда мы выбираем человека в себе, в себе в наставнике, к себе в окружении, лично я задаюсь вопросом, как человек пришел к этому результату и хотела бы ли я перенять эти навыки, есть ли у него счастье, есть ли у него комфорт, есть ли у него счастливые семейные отношения, делает ли он свой бизнес честно, делает ли он его этично. То есть, для меня интернет — это отражение моей жизни, для меня это расширение горизонтов моей жизни, это новые знакомства, это объединение с людьми, с которыми у меня общие интересы. Если мы с людьми сходимся на базе интересов и ценностей, возможно, мы начинаем вместе развивать и бизнес. В случае, если у нас интересы сходятся только в направлении бизнеса, то, скорее всего, и бизнес у нас не получится, поэтому лучше разойти сразу на берегу. Конечно, создавая большие команды в интернете, мы не можем контролировать всю организацию, которая у нас формируется. Но, относясь более ответственно к формированию своего ближайшего окружения, к формированию людей с правильными ценностями, соответственно, мы создаем и более качественную организацию, создаем более качественную команду и уменьшаем риски попадания таких вот залетных экземпляров, которые при первых сложностях, их сложностях начинают предъявлять какие-то требования, претензии. Или, знаете, когда мы делаем интернет-бизнес, бывают люди, которые говорят, ну вот я пришел, я вот подключился к вам, ну, а что мне тут, где тут мои деньги, мне тут что еще делать, что-то нужно. Конечно, подходя правильно к вопросу формирования своего ближайшего окружения, мы можем уже и тех людей, которые есть возле нас, их направить, им подсказать, как формировать свое окружение. Таким образом, не бывает плохих людей и хороших людей, ни в коем случае я этого не считаю. Я считаю, что есть люди, с которыми у нас есть общие ценности, которые развиваются с той же скоростью, с которой развиваюсь я, или которые стремятся к развитию, как к нему стремлюсь я. И, соответственно, с этими людьми нам комфортно, с этими людьми комфортно и двигаться, с этими людьми комфортно и зарабатывать, с этими людьми комфортно и трудности переходить. Если вы чувствуете, что у нас с вами есть общие интересы, общие ценности, вам интересно саморазвитие, самопознание, вам интересно находить новые знакомства с людьми в разных городах, в разных странах и находить себе настоящих друзей, настоящих товарищей, настоящих бизнес-партнеров, с которыми комфортно развитие в разных направлениях, то смело напишите мне в личку. Кстати, для начала можно поделиться в комментариях, чем вы занимаетесь в интернет. Только желательно без пиара, что ваша компания самая компания из самых продуктовых, суперпродуктов и все такое. Просто для чего вы используете интернет, почему вы используете интернет именно для такого назначения. И, возможно, мы найдем с вами что-то общее, будем вместе, либо просто общаться, или, может быть, вместе и развивать бизнес. Спасибо большое за внимание. С вами на связи была Ольга Барабанова. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok